Прошлое И намекнуло нам о нашем будущем. Виссарион Вилинский Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова это крупнейший учебно-научный комплекс, который готовит первоклассные кадры для всего мира. Наш университет сегодня – это более 160 кафедр, на которых обучается почти 10 тысяч студентов. Сеченовка – это еще и крупнейший медицинский центр, объединяющий 7 университетских клинических больниц на 3000 коек. Здесь есть множество исследовательских центров, лабораторий и других служб. Не секрет, что Сеченовка уже многие годы носит титул первого меда нашей страны. Это высокое звание университет приобрел прежде всего благодаря целым поколениям выпускников, ученых и врачей. Пожалуй, одно из главных событий нашего вуза в этом году – это новый статус. Летом Сеченовка стала полноправным университетом. Однако это не означает просто смену одного названия на другое. По словам ректора, новый статус усилит научно-исследовательскую составляющую образовательного процесса. В ближайшее время университет начнет развивать новые научные направления. В частности, теперь вуз будет готовить специалистов смежных областей знаний. В плане учебной работы 2010 год также был знаковым. В университете дополнительно открыты 6 специальностей, а конкурс на некоторые факультеты превысил 100 человек на место. К нам идут студенты. Звание и уровень первого медицинского университета страны, безусловно, остается на том же высоком уровне, в котором он и находился до настоящего времени. В 2011 году мы должны решить одну из главных задач – это успешное прохождение государственной аккредитации нашего университета. Сейчас завершается подготовительный этап. С января мы приступаем к завершающему этапу прохождения экспертизы и государственной аккредитации. Активно ведется работа и на международном направлении. Университет по-прежнему популярен за рубежом как один из ведущих центров подготовки кадров в медицинской сфере. В 2010 году ряд мероприятий позволил нам увеличить общее количество по набору иностранных граждан в наш университет. Общее количество составило 2407 человек. Мы набрали 567 человек на различные формы подготовки, на первый курс 355 студентов, на послевузовские формы подготовки 155 человек. И впервые по сравнению с 2009 годом мы набрали подготовительное отделение в количестве 54 человек. Кроме того, отделом международных связей нашего университета проведена активная работа для того, чтобы в 2010 году привлечь как можно больше вузов, партнеров и международных организаций в сфере здравоохранения для работы с нашим университетом. Мы заключили 5 новых договоров с университетами СНГ и 4 новых соглашения о сотрудничестве с университетами Европы. Не отстает Сеченовка и по степени внедрения инноваций. В этом году уже были открыты несколько университетских компьютерных классов самоподготовки и самоконтроля. Теперь у студентов появился доступ к электронным ресурсам не только университетского книгохранилища, но еще и центральной научно-медицинской библиотеки. Кроме этого, теперь можно проводить онлайн-видеоконференции и видео-уроки. Важное место занимает реализация программы по внедрению электронного образовательного пространства. В этом году университету удалось выиграть крупные гранты. Один из самых больших грантов – это грант по созданию высокотехнологичного производства интерферона «Бета-1А» человека. И цена такого гранта – это 60 миллионов рублей. Наш вуз принял участие в конкурсе вузов для подготовки волонтеров Сочинской зимней олимпиады. Из 60 вузов было отобрано 20 вузов, в том числе наш университет. И наш университет будет готовить 700 волонтеров по допинг-контролю сочинских зимней олимпийских игр. Радикальному изменению в уходящем году подвергся и клинический центр университета. Оптимизация издержек привела к еще более эффективной работе этой структуры. Сформировано 6 университетских клинических больниц и клиникодиагностический центр. В два раза сокращен управленческий аппарат клинического центра. Впервые за последние 10, а то и 15 лет наши пациенты полностью обеспечены лекарственными и расходными материалами. Центр получил только новое диагностическое и лечебное оборудование более чем на 130 миллионов рублей. Все клиники к концу года выполнили государственные задания по высокотехнологичной медицинской помощи и достигли плановых значений по показателям работы койки. В 2010 году усилилась информационная поддержка ВУЗа. С лета университет имени Сеченова более 800 раз упоминался на телевидении и в периодической печати. А ежемесячная аудитория интернет-портала в декабре превысила 300 тысяч посетителей. Больших успехов университет добился в общественной работе. Традиционными для студентов стали спортивные мероприятия на стадионе «Буревестник», благотворительная работа и всевозможные художественные и научные конкурсы. Следует отметить сотрудничество нашего университета и других ВУЗов страны. Показательный пример – это дружба Сеченовки с Московским государственным университетом Ломоносова. Не секрет, что наш ВУЗ фактически вырос из МГУ и наши истории уходят вглубь веков. Поэтому подвести итоги уходящего 2010 года было решено на совместном ученом совете двух университетов. У нас общие корни, у нас общая история, у нас общие выдающиеся ученые, о которых мы сегодня говорим. И для нас сегодня очень важно, чтобы мы могли дать возможность нашим молодым ученым, нашим ребятам заниматься наукой, заниматься научной деятельностью в рамках фундаментальной науки и с межзистемплинарным подходом. И такая возможность сегодня у наших университетов есть. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова сегодня носит гордый титул первого меда нашей страны. Темпы развития ВУЗа показывают, что и в дальнейшем Сеченовка останется первой не только в медицинском образовании, но и в клинической деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова